активизировать профилактическую работу в сфере антикоррупционного законодательства. Такое поручение глава региона Ерик Султанов дал руководителям соответствующих органов на заседании межведомственной комиссии. Подробности в нашем материале. Первым по соблюдению антикоррупционного законодательства отчитался заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям. В текущем году специалисты ведомства не допустили ни одного коррупционного факта. Здесь, по словам Осета Исмогулова, существенную роль играет профилактическая работа. Кадровая служба ведется работа с личным составом. По выявлению и допущению факта совмещения государственной службы с другой деятельностью не предусмотрен законодательством. По своевременной сдаче налоговых деклараций о доходах сотрудников и их супругов. К тому же обращения физических и юридических лиц сегодня принимаются по принципу одного окна. Выделены средства на установку камер видеонаблюдения. Хакимобласть Ерик Султанов рекомендовал активизировать работу в данном направлении. Уделил внимание глава региона и грядущим проверкам субъектов малого и среднего бизнеса. С января месяца вы начинаете новые проверки. Это очень важно, потому что пожарная безопасность. Вы знаете, какие случаи были, когда детские учреждения горели. Это вот в России было, потом у нас был интернат горел в Талтыкургане, когда люди погибли. Это проверять надо. Но здесь надо профилактическую работу большую проводить с пожарной инспекцией, с работой пожарной инспекцией, потому что они профессионалы высшего класса, они профессионально себя и должны висеть на объектах. Заслушали на заседании руководителей районов. В Айртауском в текущем году за нарушение кодекса чести государственных служащих было наложено одно административное взыскание. Столько же нарушений выявили в 2013-м. В 2013-2014 годы привлекались дисциплинарные ответственности за совершение коррупционного права на решение по одному государственному служащему по предупреждению о неполном служебном соответствии. За 2014 год по праву Кима района поступило 563 письменных обращений. Все обращения рассмотрены в установленной сроке. У членов межведомственной комиссии к докладчику возникли вопросы. Зачастую проблемы с задолженностью по заработной плате возникают на одних и тех же предприятиях. Глава региона был категоричен. Такое положение дел недопустимо. Не может быть у государственных предприятий задолженность, потому что государство финансирует полностью все свои обязательства. Поэтому примите меры в отношении этих хозяйств. Я думаю, там может быть неправильно строится вообще сам бизнес, хозяйственный бизнес этот. Его надо правильно построить, есть какие-то лишние расходы. Все эти вопросы надо предусмотреть, потому что они жизненно необходимы для района и для, скажем, районного центра. Это отопление, водоснабжение, водоотведение. Наведите порядок. Что касается и сельского района, то там уровень коррупционных правонарушений за текущий год увеличился сразу в шесть раз. За нарушение антикоррупционных законодательств привлечено два государственных служащих в дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия, ведущих специалистов двух сельских округов. Кроме того, были привлечены исполняющие обязанности директоров ветеринарной станции и директор коммунального государства предприятия Амагадийской средней школы. Акимобласть Ерик Султанов рекомендовал безотлагательно исправить недочеты. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Новости МТРК.